Всем привет и добро пожаловать на английский SmartSkart. Мы продолжаем работать над ОГЭ по английскому языку и в этом уроке я решил продолжить наш экзамен, виртуальный экзамен, и поговорим с вами сегодня о разделе по чтению и возьмем с вами лексику и грамматику. Стараемся сделать по возможности как можно быстрее. Итак, что вас ждет в разделе по чтению? У нас с вами есть 6 отрывков, которые нам с вами предстоит изучить, прочитать и сопоставить с вопросами. Точнее нужно найти в этих отрывках ответы на данные нам вопросы, которые представлены в самом верху вашего экрана. Давайте разберемся сначала с вопросами, найдем непосредственно то, на что нам с вами нужно будет ответить в этих вопросах. Итак, первое. Which place is ideal for a family weekend? Какое место идеально для семейного уикенда? Рекомендую находить здесь ключевые слова. О чем, собственно, вопрос. Нам с вами нужно найти вот здесь вот чуть ниже в ответах идеальное место для семейного уикенда. То есть, ключевые слова это семейный уикенд, наверное, правильно? Family weekend и еще идеальное место. Ideal family weekend. Вот они ключевые слова здесь. Идем ко второму. What is ideal for beginners? Идеальное для начинающих. Ключевое слово, конечно же, начинающие. Вероятно, мы с вами встретим в наших ответах что-нибудь про начинающих. Вероятно, слово beginners будет использовано по-другому. Все равно никакое слово для слова beginners будет в тексте ниже. Ну, к этому чуть позже. Number three. Which all-inclusive tour can one take to the likes? Какой тур в формате все включено? Можно предпринять куда-то там на озерах что ли? Наверное, главное здесь это all-inclusive. Ждем, что в этот тур будет все включено и на это будем обращать внимание. В четвертом вопросе. Where can we find a magical journey? Где же можно найти магическое, волшебное приключение? Волшебное приключение. Где? Должен быть ответ на этот вопрос, да. Number five. Why is the freedom of choice connected with cycling? Freedom of choice. Свобода выбора. Почему свобода выбора связана с велоспортом, с велосипедом? Number six. What is an unusual mean of transport to travel through a desert? Какое необычное транспортное средство может использоваться для путешествия через пустыню? Ну, конечно же, здесь ключевые слова. Это пустыня и транспортное средство. Согласны? Mean of transport. Не только черно. Mean of transport. Седьмом. What kind of journey can one have across the continent? Какое путешествие можно осуществить через континент? Journey. Путешествие across the continent через континент. Все. Дальше мы идем к нашим отрывкам текст. Читаем его внимательно и находим непосредственно ответы на вопросы. Итак, поехали. Первый. Я прочитаю и подчеркну именно то, что нас с вами и потребуется. Okay. Just a second. So, here we go. Everyone knows that cycling is a nice and healthy way to travel. It offers you independence. You don't depend on timetables. You can go where and when you want. Мне кажется, уже здесь достаточно, потому что я прочитал уже ключевые, важные предложения. Итак, во-первых, мы видим, что речь идет про cycling, про велосипед, велоспорт. Мы видим, что это здоровый способ путешествовать. А дальше мы видим, что он предлагает нам independence. Он предлагает нам независимость. Что это нам напоминает? Мне кажется, мы о чем-то похожем с вами говорили. independence. Это ведь то-то самое, что freedom of choice. Не так ли? Freedom of choice, свобода выбора. И вот у нас слово cycling. Так что кажется, что A надо будет нам с вами поставить цифру 5. Ну, так и запишем. Скажите, это же номер 5. Окей, да. Правильно? Идем дальше ко второму, B. So, learn the basics of rock climbing with cliffs and ice. Okay. It is a perfect choice for those who decide to take up climbing for the first time. After a week in Cornwall, you will learn the main skills necessary to become a competent climber. Я думаю, здесь достаточно уже, потому что у нас есть слово basics, это основы. Изучите основы скалолазания. It is perfect, a perfect choice. Идеальный выбор. For those who decide to take up climbing for the first time. Первый раз. Помните, там был какой-то вопрос про то, что делать тому, кто хочет только начать чем-то заниматься? Где же это было? Ага. Number two. What is ideal for beginners? Идеально для начинающих. Идеально. Почему идеально? Потому что это perfect choice. Вот оно, да? Почему для начинающих? Вот мы видим фразу for the first time. Те, кто что-то делают первые. Поэтому здесь мы с вами смело отмечаем вариант номер два. Правильно? Number two. Поехали дальше, к следующему. Так. Так. Okay. И здесь хотелось бы остановиться В самом начале здесь ответы моим никомцы Не получилось, зато ответ есть чуть ближе к концу этого отрывка Где-то здесь It's perfect for a weekend trip with children Идеальная поездка на выходные с детьми Было что-то похожее, помните? Чуть выше мы с вами говорили, точнее задавали себе вопрос Какое идеальное место для семейного уикенда? Вот оно, ideal for family weekend Так что здесь у нас с вами ответ номер один Так и запишем Переходим в кубе D A journey through a wild and faraway desert by camel This is a wonderful choice for anyone who wants to forget the modern means of travel Я кажется, уже достаточно здесь же A journey through a wild and faraway desert путешествует через дикую далекую пустыню на верблюде Но явно здесь идет речь о номере шестом, согласитесь? Давайте подчеркнем с вами by camel A journey Здесь мы с вами видим desert И вот здесь desert Кроме того, unusual means of transport Странный, необычный вид транспорта Правда же? Ну, верблют имеется в виду Так что буква D Ответ номер Подсказывайте, какой? Номер шесть Правильно? Окей, that's номер шесть Хорошо Идем к букве I И что мы видим с вами здесь? I, I, I The Hogwarts Express Plies a big part in the adventures of Harry Potter A trip to the Scottish Highlands can be a chance to sit in the same carriage And dream about a roundtrip to the mysterious world The journey goes Бла-бла-бла-бла Не хочу даже дальше читать Оно с вами единственное было про волшебство Ну, Гарри Поттер это волшебство, правда? Это было чуть выше в номере четыре So, The Hogwarts Express Вот они ключевые слова Adventure of Harry Potter Возвращаемся к нашему магическому путешествию Magical Journey Так что это должен быть номер четыре Позвольте так и записать Номер четыре Остается последний И у нас с вами Давайте уберем все, что мы использовали У нас был использован один, два Четыре, пять, шесть Один, два Четыре, пять и шесть Остается номер три И остается номер семь Так Хорошо Which all-inclusive tour? All-inclusive tour? Или путешествие через весь континент? Ну, проверяем, что остается в последнем Окей, 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 окей So, are you ready for Africa? Say yes and take a safari holiday It is a mystery, wonder and adventure Our safari experts will take you through Africa From east to west We offer views of dunes, mountain ranges Untouched beaches and open fields You will see the amazing wildlife and beautiful nature Let us make your African safari An experience you will never forget Найдите, пожалуйста, в этом тексте Подтверждение того, что все здесь включено Не нашли? Конечно, потому что подтверждения здесь нет Зато с другой стороны мы видим предложение We'll take you through Africa From east to west То есть через всю Африку С востока на запад Соответственно, мы с вами находим номер семь Это journey, поездка Across the continent Через весь континент И здесь мы с вами отмечаем номер Секундочку Какой же номер это? Номер семь Получаем пять, два, один, шесть, четыре, семь Ну и для успокоения мы можем себя проверить Тут у меня есть ключи Вот так уж получилось Проверяем себя Ответ, ответ Пять, два, один, шесть, четыре, семь Ну, конечно же, все верно здесь Окей Идем дальше И у нас с вами Вторая часть по чтению Глобальный серьезный текст Который нам нужно, конечно же, внимательно изучить Не стоит пугаться Все вопросы, которые мы с вами видим Обратите внимание, что вопрос у меня начинается Вот слева внизу Да, с тринадцати, четырнадцати, тринадцатый Ну, просто пришлось так расположить Чтобы ничего не потерялось Вопросы расположены в порядке поступления информации в тексте Поэтому читаем и планомерно, постепенно находим ответы на вопросы Сначала, конечно же, нужно прочитать вопрос А потом к нему найти ответ Ну, по-моему, это вполне логично Так что предлагаю начать как раз таки с тринадцатого вопроса Вот здесь Здесь вопросы, типа, правда, неправда или не сказано True false not stated Разбираемся? Да, простите, достаточно мелко понимаю Поэтому я озвучу каждый вопрос The Australian Tourism Office employs a new caretaker twice a year Australian Tourism Office Ну, в общем, туристический австралийский офис нанимает какого-то caretaker Кого-то, кто будет слить за порядком, наверное, грубо говоря Дважды в год Так, хорошо, дважды в год Запомнили? Twice a year нанимает он какого-то человека Этот самый Australian Tourism Office Неважно кто и неважно кого Важно, что он нанимает какого-то человека два раза в год Вот эта информация у нас ключевая Приступаем к самому тексту Давайте прочитаем, что же у нас с вами So, February 2009 An extraordinary position was advertised by the Australian Tourism Office The advertisement ran that the Great Barrier Reef needed a caretaker for half a year It was for a special person who would look after the reef The job offered a large salary, free accommodation, blah-blah-blah-blah Мне кажется, мы уже с вами подошли к ответу на первый вопрос Не правда ли? Мы видим, что the advertisement, blah-blah-blah, реклама гласит, что большой барьерный риф Нуждается в этом самом caretaker for half a year На полгода У нас с вами был вопрос Нанимает caretaker дважды в год Здесь мы видим, что они нуждаются в caretaker на полгода На полгода А здесь дважды в год Можем ли мы сделать с вами вывод Что раз они нанимают Что раз им нужен caretaker на полгода Что автоматически это означает, что они нанимают его два раза в год Ну, по-моему, нет Это одно другое не означает Из этого мы вывод сделать не можем Поэтому скорее здесь будет not stated Да что там скорее? Not stated Мы же с вами точно не знаем два раза в год или не два раза в год Знаем, что нанимают на полгода Это достаточно Идем к следующему вопросу Номер 14 There was no internet on the island of the great barrier Не было интернета на барьерном рифе В общем, не было Там интернета вот что важно No internet on the islands Так, читаем дальше Ищем что-нибудь Хотя бы отдаленно связанное с темой интернет Ну ладно, дальше Здесь ничего пока вроде нет Сюда Нужно писать интернет-блог Как мы можем писать интернет-блог, если у нас нет интернета? Ну, никак, правильно? Можем сделать вывод о том, что здесь, что острова барьерного рифа имеют доступ к интернету? Наверное, можем Ну, поэтому здесь мы с вами скажем, что это true Циферка 1 Идем к следующему вопросу Момент People номер 15 И мы вот здесь So people from different countries applied for the job Люди из разных стран подавали заявки на работу Different countries, разные страны Смотрим, есть ли что-нибудь у нас про это? Скорее всего, это будет следующий абзац Вот отсюда Within the first two days of the contest The tourism office received more than 7000 онлайн applications Более 7000 заявок онлайн поступило All told, 34000 people of all different nationalities Ага, тут разные, все разные национальности подали заявки Да, конечно, разные страны, разные национальности Наверное, не одно и то же Давайте это читаем дальше Each made and presented a 60-second video resume They had to be creative And they were In the end, 16 people were chosen Who flew to Australia for the final selection The candidates were interviewed And the winner was Ben Southall from the UK Победителю был Ben Southall из Великобритании Нам намекает на то, что другие национальности Вероятно, были из других стран Ну, здесь имеется в виду так, да? Different nationalities Подразумевает под собой, что это были разные страны Так что здесь мы с вами можем отметить, что это правда That's true Следующий вопрос номер 16 Мы с вами вот здесь While working as a caretaker, Ben Southall had lots of free time Работая в качестве этого caretaker У него было много свободного времени Ищем, проверяем Что же он делал в данной должности You don't have a clue, зачем it was Ben greatly enjoyed the dream job he had got He realized that people knew very little about planet Earth And its treasures Living in big cities, they forgot how important the flora and fauna of this world were Every time Ben went outdoors, he could discover something new Every time I dived or went underwater, I forgot about the travels About water and concentrated on living in the moment It was a good way to clean the mine and build respect for the natural world, Ben said Видим ли мы здесь что-нибудь про то, насколько был он занятой на своей работе? Пока ничего не видим Может быть not stated Или может быть стоит прочитать дальше? Пойдем дальше пока So Ben's life on the island was not just fun Ага У него не только веселье было на этом острове It was very busy Жизнь-то у него была весьма занятая Busier than most people imagined Более занятая, чем многие могут себе даже представить And certainly be easier than Ben himself had imagined Даже более занятая, чем сам Бен мог себе вообразить He worked 7 days a week Работал 7 дней в неделю Up to 19 hours a day До 19 часов в день Ну кажется, что это не то, чтобы прям очень свободный график Правда? Так что Что делаем здесь? Что выберем здесь? У него было много свободного времени? Да нет же, немного у него было свободного времени Мы с вами только что в этом прочитали False Верно? Верно Следующий вопрос номер 17 Мы с вами вот здесь уже To do his job Ben's out for had to communicate with journalists Ему нужно было общаться с журналистами Нужно ли? Так? Следующий образ для вас Moreover, any adventure has a certain degree of risk Swimming and diving Зря я перескочил Да? Я вот дочитал эти строчки и увидел чуть выше Так что Совет Не повторите моих ошибок Не нужно перескакивать строчки Читаем прям подряд все Так The best Вот отсюда тогда Хорошо? Вот здесь продолжим The best job included traveling to over 60 islands of the reef almost every day It was not just looking up to the reef Ben had a lot of meetings У него было много встреч Press conferences Пресс-конференции И интервью Это подразумевает то, что он, наверное, общался с журналистами Согласны? Отмечаем с вами как true здесь Дальше Ben Southall was taken to hospital after a shark attack Акула у него, говорят, напала Его отправили в больницу из-за этого Давайте проверим Moreover, теперь уже как раз-таки к этому ледцу мы с вами можем перейти Moreover, any adventure has a certain degree of risk Swimming and diving on Great Barrier Reef was not different Ben had to deal with whales, sharks and Сепечатка Sharks and other huge sea creatures С китами, акулами, другими морскими существами Ему приходилось иметь дело Surprisingly, the most dangerous thing was a small jellyfish Но, к удивлению, самое опасное, с кем ему пришлось встретиться Это была маленькая медуза About the size of a little finger Размером с медичек It's considered to be extremely poisonous And Ben was stung by it Его даже эта медуза ужалила He came to spend a couple of days in the hospital Ага, ему пришлось провести пару дней в больнице Но не из-за акулы А из-за медузы Правильно? Поэтому здесь будет False, false, false Это все ложь, ложь, ложь И последний вопрос номер какой-то 19 У нас, да? Ben Southall is going to make Вот этот вопрос A film about his work on the islands Будет делать фильм, снимать фильм о работе на островах Наверное, это будет последний абзац Проверяем его Ben often says that the project has taught him a few valuable lessons Проект научил его важным уроком Working with the internet is one of those jobs you can do 24 hours a day Окей, простите, случайно То, что в интернете можно работать 24 часа в день Не про кино, правда же, пока что Ben realized it was how to separate life and work Сложно разделить жизнь и работу He also said I've learned that we get one life on Earth So we have to use it У нас всего лишь одна жизнь Так что нужно ей воспользоваться Что еще? There will always be other countries to visit Будут еще другие страны, которые можно посетить Other people to meet And other adventures to meet This is what I wish to do I'm planning to go to Asia in a few years' time А, вот что он собирается сделать Он собирается поехать в Айзию Через несколько лет Кажется так Сказано ли было про съемки фильма? По-моему, про это ничего не было Так что здесь мы с вами скажем Not stated И вот наши ответы Not stated For true True False True False And not stated Да С чтением мы с вами справились И теперь смело можем переходить к следующему разделу Следующий раздел Это грамматика и лексика Давайте посмотрим, что там нас ожидает Окей Ну, здесь будем прям заполнять с вами файл По мере поступления задач Берем первое Jane's parents wanted to buy a house in the countryside And we're looking for something nice, but not very expensive У нас с вами в скобочках есть здесь слово Глагол be Ну, мы понимаем, что be Это глагол, правда же быть Нам явно нужно поставить его в какое-то подходящее время Как мы определяем какое время? Правильно Смотрим на предыдущее предложение И видим, что начало истории у нас в прошедшем времени Wanted to buy Хотели купить Поэтому, наверное, выбор был непростой Поэтому форма глагола to be в прошедшем времени Это was not easy Опять введем в скобочках глагол Продолжаем с вами поистование в прошедшем времени И, соответственно, не понравилось Не понравился в прошедшем времени Будет, ну, didn't like Отмогательный глагол did Добавляем частицу not Получаем didn't Ну, и сам глагол Like Didn't like any of them Да, I am And now they were looking at the eighth house Your mother wasn't happy with it either But it was the Cheap Мы видим прилагательное Что можем сделать с прилагательным? Можем сделать сравнительную или превосходную степень Какая степень здесь? Видим артикль the Показатель того, что степень должна быть превосходная Превосходная степень Это окончание est Получаем Слова Cheapest The cheapest The cheapest house in sale Самый дешевый дом, который продавался 23 The house was very old Бла-бла-бла Давайте сразу отсюда The old-fashioned furniture Cover with a thick layer of dust Старомодная мебель Cover Глагол Покрывать толстым слоем пыли Что имеется в этом? Наверное Мебель Покрывалась Или была покрыта Толстым слоем пыли Мы же помним Что мы все повествование Ведем в прошедшем времени Так что Была покрыта Была покрыта Это страдательный залог Passive voice Вспоминание, как он образуется Нам потребуется Глагол To be В соответствующей форме Прошедшая форма Очевидно здесь Was Был Была Мебель Покрыта И третья форма Глагола покрывать Он правильный глагол Так что окончание Иди добавим И получится Was Covered Двадцать четвертая Jane Came up to the piano And opened Lead Джейн подошла к пианино И открыла Крышку It's Одно Ну что-то Неодушевлял Но я Открыла крышку It's Ну наверное Открыла Чью крышку Его Крышку Крышку пианино Его It's Ну какая форма Может быть Его От It's Конечно It's It's След Двадцать пятая Then she noticed Two black and white Photos Lying on the keyboard Она заметила Две 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 Черно-белые Фотографии Наверное Должно быть Множественное число Ну и вспоминаем Что к слову Photo мы добавляем Рич в букву S Поэтому получаем Следующее Photos Ok Photos Lying on the keyboard Что еще Двадцать шторм In one of them Jane See a small girl Playing the piano See Это глагол Опять Какое-то время От нас здесь Наверное Требуется Подходящее Но мы все Продолжаем Повисывание Прошедшего времени На одной из них Джейн увидела Девочку играющую На пианино Увидела See это глагол Неправильный Так что Вспоминаем Прошедшую форму Воголосе А именно So A small girl Так Почти разобрались С первой частью Грамматическо-ликсического Раздела I wish I I wish I Know who they were Как жаль Что я не знаю Кто они Подумала Джейн Ну в общем Здесь нужно знать Как работать С глаголом Wish Дословно Я желала бы Чтоб я знала Слушай Мы по-русски Мы тоже используем Прошедшую форму Между прочим Да я желала Чтоб я знала И в английском Тоже После I wish После конструкции I wish Мы используем Либо fast simple Либо fast perfect Если мы сожалеем О чем-то в настоящем Времени Используем Fast simple Если сожалеем О чем-то в прошедшем Времени Используем Fast perfect О чем сожалеем Здесь Хотелось бы Мне чтобы я Знала их Жаль что я их Не знаю В настоящем В настоящем Времени Сожалеем Ну значит Используем Здесь fast simple I wish I New who they were Потому что Но глагол неправильный Ну вторая форма У него new If 28 If we buy this house I ask the neighbors They probably remember them Если я куплю дом Я спрошу соседей Узнаем С вами здесь Какой conditional После if Если условный тип предложений Conditional Конечно Ну кажется На первую похоже Если я куплю этот дом То я спрошу соседей Первый conditional После if Используем Оставим Настоящее время Buy А во второй части После запятой Мы с вами даже Использовать Поставить Future simple I will Ask the neighbors Это что касается Грамматики Дальше идет лексика Нам нужно с вами Преобразовать слово В нужную форму Слово уже в принципе дано Разве что нам нужно понять А какая часть речи требуется Ну смотрите Не будем читать весь текст Но войдем сразу В предложение С пропущенным словом Они говорят что подводная жизнь Очень какая Прилагательно Правильно нужно Ну и от слова красота Beauty Мы с вами понимаем Что должно быть Красивая Верно? Beauty All beautiful Идем дальше However For most of us Scooby-diving Для многих Для нас Scooby-diving Подводное плавание Это Невозможное Да, наверное Пособл Это возможное А для нас Это невозможно Поэтому Это должно быть Им Impossible Не только часть речи Но еще и по смыслу Конечно нужно понять Здесь имеется Обратное Прилагательное Impossible Snorkeling is much easier It is also less Это гораздо Менее опасное занятие Да, имеется ввиду Less Dangerous Это опасность Нам нужно прилагательное Менее опасное Less dangerous 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 Than diving With an equalon Snorkeling Snorkeling Equip Contains Что-то там Содержит Только специальную маску Что же это содержит Понимаем Что-то Это существительное Верно От глагола Equip Снаряжать Мы вспоминаем Существительное А это Ничтое Эквип Мент Идем К следующему It has rubber straps To fit your head It has rubber Straps To fit your Your head Находим с вами To fit Понимаем Что это Глагол Правильно Соответственно Раз это Глагол То Нам потребуется Здесь Какая часть речи Что характеризует Описывая глагол Ну конечно Речи А на речи В английском языке Это окончание Ly Поэтому Из Comfortable Мы делаем Comfortably Comfortably Так And you use The tube For breathing И последний Остается If you are not A very good Если вы не очень Хороший Кто Существительный Правда Напрашивается Не очень Хороший Пловец Вспоминаем Когда голод Плавает Как будет Пловец Конечно Это Swimmer The best place For snorkeling Is on a read Итак Мы с вами Сегодня Разобрали Разделы По чтению Две части И раздел Лексики И грамматики Ну и конечно Если это видео Показалось вам полезным Обязательно Подписывайтесь На мой канал В комментариях Предлагайте Темы По наиболее Актуальным Для вас Разделам Экзаменам Кроме того Если вы планируете Сдавать экзамен По ОГ Может быть По ЕГ То специальный Дайп У меня есть Телеграм Группа Ссылочка В описании Заходите Присоединяйтесь Будем готовиться К экзаменам Вместе Более того Более того Открыт набор В группу Подготовки К ОГ ЕГ В онлайн Формате На следующий Учебный год Так что Обязательно Проходите По ссылке В описании Задавайте Все интересующие Вас вопросы И будем Учиться Сдавать экзамены Быстро Эффективно Легко И всем удачи Пока-пока